На территории нашей страны, если изучать карту, встречается много селений с архаичными названиями, смысл которых уже многие забыли. Например, это Пушкарная, Стрелецкая, Казачья, Драгунская, Ритарская. Как правило, многие предпочитают модернизировать, читать, что это какие-то названия 19 века. В реальности это все остатки того процесса, очень длительного, двухвекового, даже иногда трехвекового, когда русское государство расширялось довольно динамично в южном направлении. Люди, которые служили на этом южном направлении, они основывали новые-новые поселения, от которых впоследствии оставались вот эти для нас странные названия, относящиеся напрямую просто к родам войск. Это сословия служилых людей новые, возникавшие по прямому царскому указу в связи с основанием новых крепостей, со строительством новых оборонительных линий. И ратные люди, которые набирались по всей стране для защиты этих новых рубежей, они вот оставались там жить. И, соответственно, даже во многих областях их потомки живут до сих пор. Может быть, даже сами не догадываясь о том, из кого они происходят, из чьих родов. Процесс этот начался в середине XVI века, когда к югу от реки Аки по направлению из Крыма в Москву или из Поволжских областей в центральной области России стали стихийно возникать засеки. Это такие укрепленные участки, которые не позволяли кочевникам проникать беспрепятственно на территорию нашей страны. К концу XVI века, когда практически было закончено устройство первой большой оборонительной линии, вдоль этой оборонительной линии уже сформировались определенные сословия. В первую очередь это дети боярские, помещики уездов, которые жили как к югу от черты, так и к северу от черты, они должны были защищать эти рубежи как конно-людное оружие, как это было в XV-XVI веках принято для поместной конницы. Но стали возникать и более специализированные такие отряды, например, стрельцов и конных казаков. Это был просто род войск, который от стрельцов отличался только тем, что стрельцы защищали крепость саму. Конные казаки должны были патрулировать уже территорию черты, либо сопровождать в конном строю поместную конницу, либо потом появились стрельжевые казаки. Это вообще особый такой отряд, которые уходили далеко в степь по четко установленному маршруту и возвращались через 2-3-4 недели обратно. А после них с периодичностью в неделю-две выходил следующий отряд. И вот эти станичники, которые появились во второй половине XVI века, они тоже основывали особые поселения. Они назывались слободы, почему это их поселение? Почему? Потому что те люди, которые в них жили, они не облагались никакими дополнительными налогами. Таким образом, значительная часть населения южных окраин было свободно от крепостного права, оно несло военную службу, числилось в полках, и их дети, потомки, также в приоритетном порядке зачислялись на вот эту воинскую службу. Но не стояла на месте черта, границы подвигались южнее. И для того, чтобы населять новые крепости, которые основывались глубоко в степи, вот для нас, казалось бы, средняя Россия – это Курск и Елец, а для XVI века – это очень далекая южная окраина, до которой надо было добираться по опасной степи. И, по сути дела, эти города так и назывались «города в поле» или «крепости в поле». Туда переводили уже в приказном порядке часть стрельцов, пушкарей, их детей. И вот в истории некоторых семей можно выделить, что даже за вот эти два столетия не по одному разу они так вот переселялись. И все южнее и южнее в новые крепости. Уже к концу XVII века, когда опасность начала уходить из этих особенно засеченной черты Тульской, Рязанской, то есть граница отодвинулась далеко на юг, там вот эти все служилые люди уже потеряли прежнюю специализацию. То есть они уже не служили напрямую там пушкарью пушек, стрельцы на крепости, казаки вдоль черты. Они просто уже начали делиться на ратных людей, осадной или полковой службы, сохраняя при этом свои прежние звания. Те, которые оставались в осадной службе в городовой, их поровну расписывали по очереди, и они точно так же несли какие-то стрельжевые обязанности, караулы, но уже не так интенсивно, не с такой опасностью, как это было раньше. То есть даже в ревизских сказках, которые переписывали все население России в середине XVIII века, все равно потомки вот этих служилых людей, они так и числились. Стрелецкой службы, такой-то, такой-то, солдатской службы, такой-то, такой-то, пушкарской службы. В эпоху Петровских реформ вышел такой указ, который перевел их всех в сословие землепашцев. Они должны были вместо службы, так и писалось в документах, вместо службы платить деньги. Деньги, естественно, он получал не откуда-нибудь, а он просто должен был продавать свой хлеб или какие-то изделия свои. И вот в году от 50 копеек до рубля он платил в казну дополнительно в счет освобождения от своей службы. Постепенно, даже не одним решением, а где-то вот уже в течение XVIII века, эти люди стали называться однодворцами. А почему они стали называться однодворцами? Все дело в том, что формально они были такими же помещиками, как и дворяне центральных уездов. То есть они владели поместьями или владели другими землями, имели на это полное право, у них были государевые грамоты на владение этими угодьями там какими-то. Поэтому отнять просто у них и записать их крестьяне было невозможно. Все-таки сословные права соблюдались свято. Поэтому образовалось постепенно таким стихийным образом сословие однодворцев. Уже этнографы XIX века описывали, что и ходят они в сапогах, и песни у них у всех какие-то дворянские, боевые, и у каждого за иконами хранятся старинные царские грамоты, в которых подтверждается, что они из такого-то воинского сословия. Когда произошла крестьянская реформа 1861 года, и люди стали получать на руки документы, выяснилось, что все их фамилии, которые у них существовали еще в XVII веке, они богополучно сохранились и просто не записывались в документы. То есть между собой они по-прежнему вот эти вот свои традиции родовые несли. А что произошло, например, с их крепостями, засеками, они практически уже все уничтожились, постепенно исчезли, хотя в некоторых случаях они превратились в какие-то заповедники. Но исчезновение крепостей я бы описал на примере крепостей Белгородской черты. То есть мы приезжаем, например, в какое-то урочище, где ничего нету, но вокруг одного места находятся четыре села. Одно называется Пушкарское, второе Стрелецкое, третье Казацкое и четвертое, например, Драгунское. А все почему произошло? Потому что в середине вот между этими слободами стояла крепость, но потом постепенно эта крепость была опразднена Петровскими указами, ее разобрали или она сгнила там по бревнышку и даже не осталось в некоторых случаях воспоминаний о том, что там когда-то стояло какое-то укрепленное место. А слободы превратились в села однодворцев, которые сохранили вот эти вот архаичные названия, данные им еще в 17-м или даже в 16-м веке. И вот, наверное, самое замечательное это на Закамской черте существовало несколько отрядов поляков. Это в ходе войны 1654-67-го годов те присяжные шляхтичи или казаки, которые присягнули царю Алексею Михайловичу и связали уже свою жизнь с существованием в русском государстве, они предпочли не оставаться на территории Речи Посполитой, а вместе с семьями, вместе со своими детьми, там, женами, с пожитками переселились за Волгу, в Казань и там получили за свою верность и за свою службу по меркам Польши огромные земли вдоль очередной укрепленной линии новой Закамской черты. И поэтому многие жители вот этих мест, они, как ни странно, ведут свои корни вообще из Литвы, из современной Белоруссии, поэтому вообще изучение засеченных черт, изучение оборонительных линий русского государства очень многое дает нам для истории нашей страны, для краеведения, и для понимания того, каким образом у нас развивалась внутренняя история государства. Редактор субтитров Корректор А. Корректор А.